В Москве будет рассмотрена жалоба на фантастический приговор первой инстанции по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева. Слушание состоится в Мосгорсуде 3 октября 2019 года. Уже три года экс-мэр Владивостока находится в СИЗО «Матросская тишина». Но интерес общественности и центральных СМИ к процессу не ослабевает. На интернет-портале Infox опубликована статья под заголовком «Игорь Пушкарев, 15 лет в колонии за социальный проект». В ней говорится, что гуманитарная помощь в особо крупном размере не проходит для дарителя благополучно. Если бизнесмен с социальной жилкой решает пойти во власть, стремление привлечь личные финансовые ресурсы для решения общественных проблем обернется крупными неприятностями. Так случилось с Игорем Пушкаревым. В статье приводятся факты, которые вновь будут озвучены на процессе Мосгорсуда, намеченного на 3 октября. Как полагают Игорь Пушкарев и его адвокаты, приговор будет отменен. Экс-мэр Владивостока признает, что вел незаконную предпринимательскую деятельность. И это означает, что обвинение во взяточничестве некорректно, ведь нельзя дать взятку самому себе. Адвокат Андрей Князев говорит о снижении срока наказания в связи с исключением статьи со взяткой. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев утверждает. В Москве публичность суда выше. Когда неоднозначное преступление, когда неизвестно, нанесен ли ущерб бюджету или наоборот, он получил прибыль, очень многое зависит от общественного мнения. Вопрос в том, будет ли процесс абсолютно законным, соответствующим всем статьям и нормам морали. А это во многом вопрос к журналистам. Как будет освещаться этот процесс? Что общество будет о нем знать? Именно поэтому Игорь Пушкарев выступает за полную прозрачность документов по делу. Все подробности процесса можно прочесть на официальном сайте эксглавы Владивостока Игоря Пушкарева www.igordefis.pushkarev.com А также аккаунток Игоря Пушкарева в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Instagram и Одноклассники.